Царю небесный, утешителю души истинны, И же везде рассы, и вся исполняй сокровища благих, И жизни подателю прийди, сели со мной, И очистины всякие скверны, И спаси, блажья души наша. Лера, отведи душу. Благодарю Тебя, Господи, за то, что мы сегодня все собрались во славу имени Твоего. Просвети нас Духом Твоим святым, Уложи в наши сердца его мысли, нужные, Господи, для спасения, Чтобы мы понимали, что нам говорится, запоминали, применяли это на практике. Милости будем, Брежим, Пресвятая Богородица, Святыми Твоей молитвой и помощью спаси нас. Господи, благослови. Аминь. И от всех нас, Господи, тоже святой. Так, я пришел, молиться пораньше, мне там идти надо. Нет, не говорите, чтобы надо. Давай-ка, только по три минуты поговорим. Не перебивай, если не хватит, еще по три, по этой тематике. Давайте. Давай. Пойди сюда, Володя. Давай, оторви это отдельно совершенно. Так, высказано. Так, Тоник, возьми до часа. Часы, смотри. Три минуты, поднимай руку, значит, тот прекращает. Ошибки, чтобы не было. Смотри, как новая секунда начинается. Так. Кто-то есть еще, возьмите на свои часы, посмотрите. Чтобы не ошибиться. У меня есть шахматы и часы, там удобно, нажмите. Да, да, да. Ну, там батарейку надо ставить. Секундомер, да у тебя? Да, секундомер. А вы мне даете слово? Ну, конечно. Но вы же старше. Ну, ладно. Давайте вы как-то тематику задайте. Да, я тематику о чем говорили. Да, ну давайте по три минуты, а там потом дальше. Три минуты нормально. Значит, просьба не перебивать. Это уже стопроцентное правило такое. Да, конечно, вы старше. Значит, говори, поднимешь руку, тогда я начну говорить. Так, мы разговариваем о теме, которая нас разводит. Так, вот в чем дело. Этой теме я отдал не просто так, а 14 полнокровных лет. Работал с материалами. Такие, которые в то время за то, что эти материалы были у тебя, или ты знаешь это дело, чуть раньше, человека просто уничтожали. Дело в том, что эти материалы, когда услышали в КГБ, у меня подполковник Никулин Юрий Михайлович ввел. Я, говорит, зашел, я, говорит, знаю это, говорит, про масонов, за кулису. Я, говорит, сразу закрыл дверь. За то, что я знаю, придется отвечать. Так, я в это верю 100%. Во-первых, в это верили все православные, которые были, знали. Об этом верил самый близкий друг Серафима Саровского, Матавилов Николай Александрович. В это верил царь Николай II и все, которые были. Он уже арестованный, сказал, да, все идет так, как написано. Протоколы не принимают только те, кто их составил. Они у меня были здесь дома, мы здесь беседовали. И даже полукропки, они намерство стоят. Не было этого. Как три минуты, так подними руку, чтобы кончилось. Доброе отношение, писатель, талантливый человек. Но как только он узнал, что я верю в эти протоколы, это не подделка царской охранки. Он разорвал со мной все отношения. И установить их я уже никак не мог. Повторяю, это один из самых светлых умов России. Он у нас был здесь. Так, я ничего не вижу. Мне это не надо. Старуху поднимешь, когда она уже была. Итак, я в это верю, что есть за кулисы, мировое правительство. И готовят престол Антихристу. Я схожу из другого. Мы верим, что Антихрист придет 3,5 года. И что всякое колено все будут подчинять всему. Верим, значит, в одну минуту придет это или готовить надо. Готовить надо. Кто будет готовить? Воробьевский подробно Юрий это описывает. В это верят абсолютно все люди православные, которые высоко стоят, понимают где-то. И поэтому не верить нельзя. Я это еще остатки знаний, которых не хватало за рубежом, когда был. Затребовал эти материалы и все просчитал там. Увидел с фотографиями. С какого года и по какой. То есть они подготавливают воцарение своего Машиаха. И поэтому вот это уничтожение людей, вот эти болезни, это все вписывается в эту структуру. Почему король умирал, когда в Англии, говорит, я желаю на том свете сделаться микробом, вирусом, чтобы уничтожить эти 7 миллиардов. Они верят в это. Так, Гитлер был член Фуле. Дальше. Русбельс, Черчилль были членом астонских лож. Я беру самые-самые большие, которые. Там всех во всем мире. Теперь они сразу объявили, каким образом. Вакцина подготовлена. Теперь пока будут верить первое. А дальше мы пойдем такие, от которых умирать буду через 7 месяцев. Они готовили это 75 лет. И вот они не верят, значит, надо первоначально не верить, что придет антихрист, не верить, что будет всемирное правительство, не верить. Вот все. Все? Три секунды. Ага. Во все, что вы тут сказали, во всемирное правительство, то, что будет, я верю. Но, но, вы говорите, будет пришествие антихриста, и к нему нужно подготовиться. Сомнительно, что именно к пришествию антихриста нужно подготовиться. Во-первых, как готовиться, никто не знает. Если только сатана им приказы отдает снизу, ну, он дает приказы убивать, но маловероятно, что именно к пришествию антихриста. Вообще, подготовка к тому, чтобы истреблять как можно больше людей, для того, чтобы потом можно было ими властвовать. Ну, как было время. То есть, рабов должно быть такое количество, чтобы за ними можно было следить. Это раз. Теперь дальше. О вирусах вообще ничего не было в те времена сказано. Вообще, вирусы никто не понимал, что такое. Теперь дальше. О том, что болезни будут, это, вкладывается сюда, чтобы люди умирали. Умирают все. Нострадамус, еврейский врач, мыслитель, философ, и там ему много чего там приписывают другого. Но он в будущее, как пророк, мог, наверное, что-то там видел такое, особенно о смертях через сатану. У него была жена, дети, почему он стал врачом? Умерли все от чумы. Бубонная чума всех поразила. Поразила там, рядом все там, он жил в поселении, еврейское, причем там евреи были. Все умерли, во Франции это было. Все поумирали, он решил спасать людей. И пошел к больным и так далее. Он сам еврей. Жена была еврейка, дети евреи, естественно. Померли все. Вымирали рядом все. Болезнь никого не смотрит. Вот сейчас эта болезнь идет точно такая же, как и бубонная чума. Косит всех подряд. Они смотрят, евреи там нет, наоборот, ортодоксов в Иерусалиме. У них там смертность уже 15 или 20%. Их боятся сами эти евреи, которые не ортодоксы. Они в их квартал не ходят. Почему? Потому что они ничего не соблюдают. И вымирают, естественно. Поэтому для кого тогда придет Машиах Антихрист, если его народа не будет. Поэтому распространение где-то конкретно, допустим, как индейцев, американцы вытравили одеялами. Это понятно еще. Там евреев не было. Индейцы вымерли. А сами они туда не заходили, в эти поселения. Там рядом сожгли все и не заболели. Хотя и тоже болели там и американцы. И среди них тоже было много евреев. Поэтому болезнь косит всех. 24 глава, Евангелие от 24 глава, ну с 1 стиха начиная и там до 29 по-моему идет. Разговор о том, вот какие камни говорят Господу, Евангелие от Луки. И Господь говорит, это только начало болезней. Придут болезни, моры и так далее. Вот это мор. Это просто мор, который Господь наслал, потому что мы грешники. И не только все вокруг нас язычники должны на это смотреть, но и мы, верующие люди. Потому что и мы тоже грешим, и для нас это тоже болезнь. Поэтому не обязательно такими путями подготавливать, что будет вымирать. Господь, Он там... Тогда еще по 3 минуты. Давайте. Значит, дело в общем. Я сказал, подготавливать не христиан. Христиане всегда к этому готовы, с первого дня. Подготавливать они, чтобы вот все, я смотрю, в вокзале выходят, как народ, там и узкоглазая, и желтая кожа всякие. Всех к одному привести. Колено, языка, племени. В один день, это я задавал вопросы на высоком уровне, там. Любому понятно, никак, к этому надо подготовить. Лишнее, которое вот сейчас ни продать, ни купить, оно прямо сходится. Уже в магазине не обслуживает, и никаких батюшек об этом говорил. Так, я про них сказал, что ко мне эти слова не относятся. Там маленькое недопонятие получилось. Вот это алармовое состояние, то есть тревожное, оно в христианах заложено Духом Святым. Берегитесь, все время берегитесь, остерегайтесь. Остерегайтесь людей, они будут предавать вас и прочее. Я повторяю, 14 лет отдал этой теме. Материала ни одного нету, которым бы я не занимался. И поэтому, когда я явился, там общество было память, Дмитрия Васильева. Они просто, мы, говорят, ваш голос слушали, как с неба было. Память. Они указали на определенную нацию, они это революцию делали, никто не отрицает ничего. Я там побыл и ушел, я увидел какие-то разделения, а они на первой ступеньке остановились. Дальше в чем дело? Зная все это, что будет в этих подготовках к 3,5 годам, мы видим, что все исполняется. А во-вторых, сегодня кто-то научил бы, зима будет теплая, и не подготовились, а перемрут. Это тот вариант, который, я говорю, безошибочно, мы подготовились, ничего нигде не будет, и вдруг есть, ничего не потеряли. Тот вариант, который, что ничего этого нет, и так, вот теперь как раз к этому пришли, неготовые. А там сколько умирает сегодня, в Италии пишет, говорит, ничего этого не было. Совсем, 35 тысяч, говорит, даже 3 тысяч не набралось, и потом инвалиды, 82 года средний возраст. И кроме того, не давали вскрытия ВОЗ, Всемирное общество здравоохранения. Почему? Заразы нету. Тогда итальянское министерство, там, просвещение медицины, отвергли, что там у них есть, ставят вскрытие. Никакого вируса вообще нету. А полиперный микроб, который сворачивает кровь, все забиты. И увидели, они обмануты все. А людей-то? А из Иерусалима уже поступило сведение. У вас будет то и то, и то, пока не отдадите сосуды, которые птиц-вестерсиан взяли из Иерусалима 2000 лет назад. Прямо предъявили как это требование. Понятно нам это? Мне-то для чего это нужно? Чтобы люди увидели, предсказанное в Библии идет абсолютно точно. А зачем в это лишние даки, если Собянин говорит, что 3 миллиона лишних только в Московской области? Тут говорить не надо. Люди, которые не работают, ничего не делают, грешат только. Их понять можно. С их позиций я рассматриваю. Если бы я не с Богом был, меня вполне могли пригласить местного масонок. КГБ сказали, вам-то у нас, Игнатих, работать. Любить какой порядок, вот это все. Итак, я стою твердо на этом, что Господь... Все? Все, да? Так, я еще раз говорю. Про масонов я не спорю. Да, масоны, но отряд 617. Японский отряд, биологическое, бактериологическое оружие. Они занимались с 31-го года на людях. Китайцы у них было там, это, практики в море. Я сейчас расскажу историю, для некоторых я просто бесноватый настоящий, потому что мало кто это знает. Этот отряд занимался самыми новейшими исследованиями вместе с немцами. У них информацию черпали. Еще из... Сами всех профессоров лучших собрали в этот отряд. Они занимались чем? Главное, как можно было самые ядовитые болезни, сибирскую язву, чуму, холеру. Как распространить быстро? Вот армия идет, или, допустим, населенный пункт большой, вражеский. Ты туда бросил, и люди заразились, и пошла болезнь. И пока они там будут, скорой их присылать и так далее. Ведь может и президент умереть, вот в чем дело. И тогда войну можно перевернуть в обратную сторону. Этот отряд занимался именно этим. Они, даже, они в 36-37 году начали проводить испытания. Откуда чума у нас идет? Откуда чума? Знаете, откуда чума? Чума, переносчики, крысы. Но не сами крысы, а на них блохи есть. А крысы уже инфицированы. Но они не умирают. Они просто инфицированы этой чумой. Они сами не болеют. Они, это, блохи питаются их кровью. И потом блоха земляная, она живет на земле. Если она укусит человека, человек 100% заболевает. Все. Практически 50% смерти. А то и больше было в свое время. То есть бросаются эти блохи. Или крысы с блохами. И быстро. И они это сделали. С самолетов сбрасывали. На собаках там туда завозили этих блох через границу. На кошках. Что только не делали. И в общей сложности умерло всего. Вот из этого населения. То, что они сбрасывали на самолетах. 300 человек. И они поняли. Так, что-то у нас не работает. И опять начали проводить. Но их остановила Красная Армия в 45-м году. Ничего у них не получилось. Поэтому я еще раз говорю. Зная немножко историю. Я могу так сказать. Тут сейчас говорят, что такой же вирус запустили в 17-18-м году Испанка. Он из Америки пришел. Назвали Испанка. Потому что в Испании впервые начали проводить профилактические меры. Карантины. Маски. Руки мыть. И так далее и тому подобное. И только так остановили эту чуму. Потому что умерло 100 миллионов человек. У нас еще 100 миллионов пока не умерло. Так что впереди все еще нормально. Кто ее распространил, этот вирус? Все сейчас пишут. Это... Ну все. Так, нужно ли дальше говорить, я спрошу людей. Или все понятно? Понятно. Будете заниматься? Понятно. Все на этом. Все правы посолны. Ну, то есть, что он говорит про японцев, кто-то... Другой брат, я так все считаю. Это вы знаете. Абсолютно правильно так все говорит. Тут еще нет. Это открыто. Так. Все. Готовимся к пришествии Иисуса Христа. Аминь. Готовы умереть сегодня. Никого не бояться, кроме Бога. Ни вирусов, ни блох. Ну, что во всем. А иначе, говорит, пердык на все. Так, я ушел. Продолжение следует... Продолжение следует...